Кировский сельскохозяйственный институт Кировский сельскохозяйственный институт Тема ее дипломного проекта – механизированный учет машино-тракторного парка на ПВМ и ЭВМ на примере совхоза Перекоп Кирово-Чебецкого района. В этом хозяйстве студентка проходила практику. Туда она направлена по распределению на постоянную работу. Коэффициент детерминации составил 97,5%. Это говорит о том, что изменение годовой выработки на 97,5%... В составе комиссии руководители кафедр факультета, преподаватели, председатель государственной комиссии, доцент Кишиневского сельхозинститута, Головченко. На сегодняшний день уже 40 студентов защитили свои дипломные проекты и, как мне сказали, успешно свою судьбу. Итак, заканчиваются государственные экзамены и защита дипломов. Пройдет несколько дней, и разъедутся выпускники института, начнут самостоятельную работу, а на смену им придут первокурсники, те, кого сегодня здесь называют абитуриентами. И, конечно, в эти дни у приемной комиссии очень много забот. Слово ответственному секретарю приемной комиссии Сергею Леонидовичу Жданову. Сергей Леонидович, как же обстоят дела на сегодняшний день? На 15 июля в наш институт было подано 791 заявление на 675 мест. То есть, в целом, по институту конкурс уже есть, хотя по различным специальностям положение не одинаково. Так, если на факультете охотоведения, на экономическом факультете, факультете механизации сельского хозяйства конкурс на сегодняшний день составляет от полутора до двух человек на одно место, то на оставшихся факультетах, на агрономическом факультете, зооинженерном, ветеринарном, пока еще конкурса нет. Вот передо мной несколько заявлений. На зооинженерный факультет подала заявление Валерьжанина Галя. У нее очень интересная судьба. Она кировчанка, окончила в прошлом году школу кировскую и уехала работать в Уречевский район, колхоз имени Калинина. Работала там год до яркой и получила направление в наш институт. В этом году она будет поступать на зооинженерный факультет нашего института. Или вот еще одно заявление от Кудрявцева Сергея. Он кончил яранский совхозтехникум, поработал агрономом в Кикнорском районе, потом служил в армии, после демобилизации снова вернулся в свой колхоз и был направлен к нам на учебу на агрономический факультет. Мы очень рады, что к нам идут люди не случайные, которые любят нашу природу и надеемся, что в дальнейшем из них получатся очень хорошие специалисты. Мы ждем таких ребят к нам в институт. Итак, жизнь в Кировском сельскохозяйственном не останавливается ни на один день. Сегодня старейший институт нашей области принимает молодое пополнение абитуриентов 80. И сегодня же он провожает выпускников, те, кто начинает самостоятельную жизнь. Несколько интервью с теми, кто сегодня прощается с институтом. Ребята, что же вам дал институт? При поступлении в институт я выбрала зооинженерный факультет, так как профессия зооинженера была мне знакома и близка с детства, и тем более моя мама работает дояркой. В институте я получила очень много знаний, и институт дал мне очень многое. Большая заслуга в этом принадлежит профессорско-преподавательскому коллективу. Особенно слова признательности мне хочется сказать таким преподавателям, как Антонина Александровна Мельникова с кафедры кормления, Лев Николаевич Синявин и Тамара Ларионовна Головенкина с кафедры разведения и нашему доброму и приветливому куратору группы Фроловой Венере Григорьевне. Но кроме знаний, которые мы получили в институте, мы приобрели дружную, крепкую студенческую семью. Моя специальность – экономист по бухгалтерскому учету. Только что я защитила диплом. По распределению я еду в Карелию. Наша специальность очень нужна для сельского хозяйства, поэтому она очень пригодится в сельской местности. У меня и у моих товарищей, которые едут в другие области, и края нашей страны настроение очень хорошее, и поэтому мы с радостью едем туда работать. Моя профессия – инженер-механик сельскохозяйственного производства. Это очень нужная специальность. Теоретические знания в институте мне дали такие крупные преподаватели, как Александр Михайлович Гуревич, Владимир Романович Алешкин, Василий Иванович Судницын. Также во время учебы в институте мы получили очень большие практические навыки, которые закреплялись в студенческих отрядах, механизированных отрядах и на практиках. Студенты нашего выпуска распределились по районам Кировской области и за ее пределами. Я думаю, что выпускники нашего факультета не подведут наш институт и с честью пронесут звание советского инженера. По распределению я еду в Коми АССР. Еще академик Павлов говорил, медицинский врач лечит человека, а ветеринарный – человечество. Нас ждут крупные животноводческие комплексы и маленькие фермы. Все выпускники нашего факультета с большим настроением едут на работу на село. Я представитель самого мужского факультета в нашем институте – факультета охотоведения. На нашем факультете ребята, приходя учиться в наш институт, выезжают в лес на практики. Также они работают в дружине по охране природы имени Виктора Волошина. Виктор Волошин – наш студент, который погиб от руки браконьера в Приазовских плавнях. Вот в честь него была создана дружина. Дружина проводит очень большую работу. И почти все ребята, студенты нашего факультета, являются членами этой дружины. В данный момент студенты нашего курса разъезжаются на практику во все концы нашей страны. И они на практике уже притворят в жизнь все знания, которые дал им институт. Наш агрономический факультет в этом году выпустил 98 специалистов сельского хозяйства. Профессия агронома – очень нужная, трудная и увлекательная профессия. Наши выпускники в настоящее время работают агрономами, бригадирами во многих районах нашей области. Сейчас, когда нашему институту исполняется 50 лет, хочется сказать огромное спасибо за все, что он нам дал.